Знаете, сейчас идет в СМИ и в национальных наших российских и в мировых очень странная тенденция. Идет вал мелкой информации, не судьбоносного характера, который закрывает судьбоносные проблемы. Если раньше, допустим, мы смотрели основные выпуски новостей, говорился вопрос, который прежде всего имеет национальное значение, новый закон, новое какое-то явление, саммит или что-то, то у нас зачастую, допустим, какое-то преступление, которых каждый день много, значит, сводка уголовной хроники, выносит как одно из главных и не хватает времени на судьбоносные какие-то проекты. Вот у меня такое ощущение и у моих коллег, что проблемные явления в стране, о которых нужно обращать внимание, замалчиваются и заваливаются валом мелких всяких, значит, событий, которые не являются судьбоносным характером, с тем, чтобы людей отучить думать системно. Вот случилось это, случилось это, все тогда случается, всегда что-то происходит. Но нельзя на него львиную долю времени отдавать и создавать, кстати, у людей ощущение такое, как бы, безысходности, а то, что вот идем от плохого к худшему, вот сегодня что-то взорвалось, завтра, то есть сама система построена на подавлении вот такой воли. Вот это вызывает озабоченность. И мы, кстати, когда у нас в прошлом году премьер Медведев встречался с фракцией, мы говорили, почему наоборот нельзя, значит, те вещи, которые, допустим, на телеэкране и в СМИ являются, ну, второстепенными, а прежде всего вещи, связанные и полукриминальными, когда показывают, значит, сцены насилия, сцены, связанные с преступлением какими-то, просто, ну, какую-то внутреннюю цензуру вести. Он сказал, нет, вот у нас, значит, принято решение, цензуры никакой не было, но нет цензуры, но нет и политики, вот нет нравственной политики. И вот за восстановление не цензуры, а нравственной политики в средствах массовой информации мы выступаем.